я бы даже в стрим кинул ссылку на тот матч с этими скриншотами но да ладно сами найдете погуглите мы начинаем еще раз начинаем еще раз всех приветствуем мы можем делать это каждые пять минут потому что вы нам так дороги мы никогда не устанем стриме делать у нас польша венгрия матч группы c там же где сборная раиси победила недавно вид румынию чуть не сказал венгрию польша с россией будут играть во вторник 10 вечера по москве не пропустите у нас польша в обороне еще по составу мы уже прошлись так что если вы не застали то сами увидите опять ну вот что я могу сказать вот посмотри на эту пушку мне надо делать мне надо делать бинт в т.с. я нажму кнопку и там такая фраза посмотри на эту пушку такая же она тупая ну тупые по моему рак всех команд на этом кубке ну вопрос таков больше более опытная команда поэтому вопрос таков сможет ли венгрия взять первую точку сможет ли она свой вот внутренний израиль наружу выпустить ой они тем временем зажглись в атаке и все пустую ребята это плен безысходность хоть телегу катить пока венгрия умирает в поле тут спая убили просто не дав на вы видите кстати солт у венгров с дх вроде на дамажил много не убил никого мы-то знаем ой смотри как микки агрессивно вышел и минус 3 сделал убил меда убил хэвик пуша потихонечку венгрия янгры венгрия пушь да он не потихонечку протолкать и тележку это надо еще немножечко протолкать совсем чуть-чуть вот все верхом пытаются очень минус дэмом будет у венгра на его ряд спать ой минус хэвик у венгров а тележку-то тележку-то что-то не пытаются дальше тащить по венграм я вообще не могу никакой инфы дать вообще ни одного игрока не знаю кто эти все люди я знаю только пингвин вот демос он в прошлом розыгрыше на и шанс к поиграл за венгров и венгры кстати по моему даже у кого-то одно очко там вырвали прям буквально это был может быть не питерский зенит но кто-то это был и уже пирос на тележку пошел венгров чатик там вообще разрывается видимо там много собралось у вас не проснул космос все-таки взорвали кого спая взорвали пушка все еще на месте также ее снести также снести ох и микки забирают ну как же так не ты же единицы кто тащит ой демос на пушку прыгнул тактика англия забросать тела забросаем трупами а пушка-то без инжа пушка без инжа и не могут загулять видимо это просекли все-таки если пушка очень дорого обошлось команде но все потеряли под поляки вверх надо быстрее пушить сверху сейчас сносить телепорт там вот один хэвик у поляков вот заберите хэвика сверху но зачем вот вы с этого склона то их пошли зачем ой сейчас поляки будут дурно играют упали вниз зачем-то сейчас меда могут потерять вместо этого венгра теряются у медана хорошо ну да таки докатите ребят да сколько это 2 3 40 новый анти рекорд вот докати румыны было бы минуты 4 но они вообще не смогли ходить поэтому анти рекорд за венграем просто польская речь в с этого часть насколько зашкаливает что даже боязно не мне боязно что может быть те люди которые смотрят это это поляки может быть мы стрим сейчас для поляков они ничего не понимают ну мне это напоминает ситуацию доставы когда и прошлом наши сборные по 6 на 6 и что там было вот точно такая ситуация только на русском языке поляки тут у нас обороняются на второй точке с пушкой 3 левела ну что там 3 минуты 45 секунд чтобы докатить до второй точки смогут ли венгры давайте мы болеем за вас мы всегда болеем понимаешь мы всегда болеем за темную лошадку за те кто может затащить но вряд ли затащить но мы все равно болеем за нам не интересно болеть за фаворитов вот в матче россия румыния наверно тоже много людей поделось за румынию и мы это понимаем мы к этому относимся абсолютно спокойно ой щас солдату венгров зажжет лида ответный убер зажгли венгры ну и ничего не только сделают а класса на ними до закинули сварика минуса минуса сейчас у обеих команд у польши снесли пушку который свои спай ничего не сделал спать у венгрии вот действительно посмотри сколько сейчас человек на стриме то может уже вся сборная польши потому что все польской комьюнити просто сидит но до сидит и так болезнь с раскрашенными флаг в цвета флага зажигаются венгрии сносят пушку очень быстро снести быть да снесли телепорт убить бы пироса теперь минус не раз ой как польшу то нагнули а они хэрик хотя по поводу нагнули ну обоюдные обоюдные ноги бы обернулась против там он уже и в чате написали коза оси коза оси я без понятия что это значит у нас скорее всего пауза я точно не могу сказать да у нас пауза по поводу кстати рака который строит пушки на badwater у венгров есть игрок с ником рака но он пауз тут что дропнулся сервер мне кажется пауза но никто не вылетел если б дропнулся сервер то было бы connection файл connection есть просто число фанатов сборной польши она меня пугает они же просто нас переболеют на нашей игре за дедосят нам тимспик что там ств за дедосят один тимспик потом мы уйдем в другой тимспик они нам его забудусь потом они зададосят значит мой стрим рано или пост твич вообще ляжет а все почему потому что кто-то не сознался что он польских солдат расстреляли под котыню вот так вот отсюда и не любовь миллиард расстрелянных поляков лично сталина ну что тут у нас можно сейчас по игре сказать 6 минут 15 секунд время венгров на две точки вполне так себе катят вполне себе так вот показывают нам свой внутренний израиль медленно но верно тише едешь дальше будешь да у меня тоже было мгновение так не может они тактической лет на полозу интересно чтобы сбить нас ритма сейчас спрошу у микки да это пауза что-то у нас сегодня вообще со стримом вернее у нас острина стрим все отлично потому что отличные зрители она всегда поддерживает даже против румын поддерживает они понимали что нам нужна поддержка против румын что мы ну никак бы не затащили ну и что в чем у нас проблема-то была проблема была в матче англии испания с конфигов там где испанцы вместо что взять 4 точки взяли одну и победили как-то а теперь у нас проблема с паузой посмотрим пока что поляки будет делать на 3 пушки у них тут нет ты видишь у них инжа у кого больше на но он вообще на дальнем респе на ласте сейчас кстати интересная ситуация сейчас проблем выцеливает крышу на которой связка тема нет венгров если они сейчас спрыгнут вниз на тележку то есть шанс что кто-то из них умрет сейчас я от его лица гляну насколько это опасно но не настолько на самом деле они могут за домом я не знаю просто видел он их или нет у него полный заряд кстати то есть он сейчас бадди шутник может сколько нас смотрит сейчас 41 у нас плюс один не было то 48 48 жили сейчас просто кинул для ну пауза мой интерес к матчу просто упал вот был у меня интерес вот так смотрю я так матч и у меня интерес так резко поднялся этот интерес и тут так хоп и мне говорят ты чё это пауза сделай паузу ну и все упал интересно сейчас я хоть посмотрю скрины которые ты про которых мне рассказывал да мы сейчас вам дадим скрины если тебя не затруднит если ты их найдешь ки них в чат твича чтобы просто все посмеялись чтоб поднять всем настроение чтобы вообще как там прорекламировать нашего спонсора нашего спонсора хорошего настроения алуриста алурист ты наш герой мы тебя помним твои цитаты просто ушли в народ моя мечта это матч сборной россии против украины в финале кубка наций и капитан украинской сборной алурист и мы играем они поменяли сервер ты говорят чатки ну микки он чатки новый канал кидая во мне поменяли сервер из пауза это как что поменяли сервер из пауза тут один пингвин скачет да тут пинг шин пинг шин зайду на предыдущий сервер это как чарли шин только пинг шин ну ты понял так у меня к старому не коннекте там по-моему в паузе ведь нельзя зайти в ств хотя может и можно может и можно я чуть не помню просто уже бы зашло у меня ну что ребята любители хайлендер мальчики и девочки пауза у нас в матче польша венгрия очень захватывающий момент очень захватывающий матч венгры они берут методичностью своей они может быть не быстры но очень последовательны взяли первую точку подождали немножко попили чайку свернулись глянули стрим мы потыкали в друг друга пальцем ну и взяли вторую как-то так надо бы пригласить кого-нибудь кто владеет польским русским конечно ну или хотя бы польскими английским чтобы перевести на поток просто сознание из из чата я ничего не понимаю ма чуба зипсу тиме дебо и не идея далее шерты наверное понял как чувствует иностранцы в ств когда там куча русского текста почему текста куча русских голосов в таких юных таких я подумал ты про стрим не но там еще женщине себя испытывают потому что все-таки польские несмотря на то что он не английский он использует латиниц они кириллицу как русский поэтому там еще жестче все они вообще не могу ничего прочитать я хотя бы могу сказать жак со ту пола си то видишь я уже что-то сказал добра и десе канапки из робби какие-то у них символы есть непонятными странная пауза чуток долго в этим техническое поражение на сервере где микки сидит находится 16 человек сейчас то есть у них вообще может двое вылетел если не трое то что я с тобой может занимать ну что там у нас время анекдотов да да она может на принципе давайте напечатать давайте про медведа анекдот точка ру давайте анекдот про медведа свобода лучше чем не свобода ну давай ты теперь прочтешь все я прочитал свободу лучше чем не свободу powered by медвед капитан медвед читай а я не читаю я должен я должен читать с интонацией нет я не хочу это читать мне что-то двести пятьдесят человек человек оценили двести пятьдесят человек но мне кажется там нет ни одного из тех кто смотрит наш стрим тут прям система такая как в пиксинге нравится что-нибудь ставь палец вверх не нравится палец вниз можно и кого-нибудь замашнить сделать прозрачным ну это же анекдот ру понимаешь это сайт который существует за девяносто пятого или шестого года если я не ошибаюсь один из первых сайтов в ру-зоне и с тех пор наверное ну двести пятьдесят лайков там ну смогли набрать то есть так вот где-то по десять штук в год выходит с восьмого ноября тысяча девятьсот девятьсот девяносто пятого года по-моему видишь какой умный хотя ру-ру домен он был вообще в девяносто четвертом заряде до этого был до этого был домен су совет юнион ты помнишь эти сайты на юкозе да да про нагибаторс 1 3 3 7 . вступай в наш клан не пожалеешь у меня кстати тем временем блэйд более известный как бляди зашел в тф спустя много лет неужели вон тут есть стадо ну знаете может кто-нибудь команду стадо тут их с таким доменом су стадо.су да стадо.клан.су это не стадо это c-t-a-d-o ну че там у нас все еще пауза в общем мы виним официально поляков мы можем сейчас развязать новый международный скандал прям как когда их президент был ну вы все знаете дропнул свой убер в самолете да так же и сейчас то есть мы виним поляков мы не боимся и санкций мы виним виним поляков в том что они подрывают наш стрим наш турбо пуп тв мы теряем зрители а это меньше всего что мы хотим терять наших зрителей у нас лучшие зрители мы заботимся мы заботимся об их ментальном здоровье об их благополучии об их веселье просто не едим часами балаболим без передыху а читаем анекдот точка ру чуть ли не поем песни ты умеешь петь давай я не буду я петь потому что я не умею вот ты хорошо поешь я это помню если я сейчас спою то у нас в стриме останется наверно примерно 0 человек чуть более чем 0 человек чуть более может так может кто-то один любитель моего гроулинга моего скрима любитель моих бакенбард любитель моих бакенбард я просто уже настолько устал говорить что что-то спеть я сейчас точно не смогу при всем желании даже по-русски ну что там с польшей сейчас спросим у из первых рук узнаем инфу киллы не прибавились на сервере 15 человек ну что-то совсем плохо как обстановка в чатике в чатике даже люди даже в чатике люди уже устают явно поток иссякает не могут они так как мы просто безумку он мне написал что он напишет да да проблема у венгров ну что лорус ты чё уже проиграл уже проиграл ты прошел ты прошел доту до конца нет я проиграл потому что личит болбоеб не умеет держать мид бол мид расскажи нам каких-нибудь историй из армии ну каких типа про самоволочку про что угодно ну короче блять в увольнение у нас ходили там с младшего призова парни субботу на воскресенье субботу часов двенадцать дня уходишь и воскресенье до шести должен явиться ну как они короче ушли из нашего призова там двое подсуетились эти подъехали на машине к задним воротам и в общем два парня тоже не обломились бались в самоволку провели отлично время в багажнике туарега покатались по мкаду куда-то поехали потом на район что-то там непотребное делали наверно к бастрыкину влез ну наверно уже 51 человек о лорус ты нам поднимаешь рейтинг 53 своими историями да вот видишь просто экспоненциально у нас растет число зрителей мы всех приветствуем еще раз вот тех кто пришел наши юные наши юные подаваны наши мальчики и девочки любители хайлендера мы сейчас смотрим увлекательную паузу в матче Польша Венгрия а у нас в гостях лорус прямиком из из армии из армии рассказывает нам истории давай еще что-нибудь что что еще ну мне на на одних из первых стрельб от дачи от автомата губу разбил прохладный стрельб я знаю на всех какой автомат семь из четвертый семь из четвертый семь из четвертый на воинская дисциплина типа обучение разбирать собирать калаш струлять из него на каком-то стрельбище но интересно струлять это классно но самое интересное дальше это был 2004 год мой одиннадцатый класс и как раз год когда 3 сентября я точно не могу сказать если я ошибаюсь и чьи-то чувства сейчас затрону вот этим то извините пожалуйста я точно не помню в начале сентября в начале сентября был Беслан если ты не помнишь ааа нет да был Беслан ну в общем все были на взводе естественно у нас как раз эти стрельбы были в начале сентября как раз вот в это в это время и у нас один пацан который ездил на стрельбище он ездил туда в такой а-ля CS16 террористической курточки вот и у него в камуфляже да в камуфляже в балаклаве то есть это еще это еще до того как это стало мейнстримом до того как пусераи значит пришли вот у него было помимо вот его костюма у него был макет калаша деревянный ну и что он сделал он приехал со стрельб заходит в класс значит в костюме в своем ну в спецовке да в балаклаве с деревянным калашом говорит я вам сейчас тут беслан устрою я я не знаю что случилось с ним потом вот ну макет в очко ему засунули мне кажется да мне кажется препод который там был он примерно так и поступил обожаю людей которые в доте 2 покупают какой-нибудь худ хуют а потом на всех расшаривают спасибо парни я вас люблю ну это же принцип принцип вообще интернетов купи что-нибудь а потом выложи это на торрент получи бан чей срок получи 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 пати вен из ближайшего отделения там фсб пати валь получи мы тебя вычислили по айпи неверных ментов ты слышал кстати историю про какого-то пермского блогера ну это вообще баян ну может вдруг не слышу который написал что купил тт значит почистил его отмыл там посушил приласкал и на следующий день придет в политехнический институт забирать 20 душ не слышал не слышал ну вот за ним приехали в общем классно у него были такие такие фразы в посте вы у меня еще попляшете на подожженной сковородке вот классно да и потом короче начали его историю переначивать тоже в жж там например была такая история купил вчера килограмм картошки отмыл почистил порезал вы у меня еще попляшете на подожженной сковородке ох уж этот жж ох уж этот жж воу 46 уже не твои истории не мои истории видимо да не очень ты пугаешь цт бля автоматом да что то у меня все на военную темно просто видишь у нас team fortress 2 это тут серьезный реалистичный симулятор значит боевых действий в условиях 60-х годов в условиях джеймса бонда goldfinger джеймс бомб давай еще истории истории блять да ничего не было не таких прохладных тухлая рота блять ну мы в полях жили полтора месяца вот давай поподробнее я слышал было самое лучше ну короче мы жили в палатках на 25-26 объектах они так называются в правду внутренних войск российской федерации это было самое классное время да мы вертелись как могли потому что мы тупо приехали поставили эти палатки потом обустройством палаточного городка занимались заебывались целый день потом просто уебывались спать а когда мы все сделали мы просто отдыхали в то время как другие роты там ебашили за всю хуйню так вот сначала ебашишь потом отдыхаешь детишки вот вот так это очень познавательная история палатки я всегда мечтал с палаткой куда нибудь уехать классно там когда ночью печку топить надо а как кстати это происходит ну блять там обычно две буржуйки с трубами у нас кстати возможно пауза скоро кончится возможно ее сейчас отпускали так что число зрителей наверное опять упадет потому что кого волнует ТФ 45 ну примерно держимся на уровне ребята ты заходи сам вот на СТВ напиши мне что-нибудь в стиме давай я же в доту играю блять Тимфордер с низкачины ты сколько уже играешь? ты должен ее пройти уже ну я стараюсь ты на правильном пути если из тех 45 зрителей что сидят 47 я забыл что хотел сказать у нас продолжается игра Польша Венгрия очень очень интересная игра очень Венгры ты представляешь Венгры взяли две точки мы думали они возьмут только 0-1 ну смотрим всей семьей просто смотрим весь офис ржет вся семья радуется Венгры пушат Венгры пушат на третью у Венгров кстати преимущество по Уберу хотя нет нет преимущества у меня хут наверное сбился так Уберы сейчас будут поровну у Венгры агрессивно пушат зажигаются тоже медики там минус хэвик у Венгров которого нет зачем ты не зажег ну сейчас похоже а нет медик убежал ой минус Демас у меня все тут играют в Майкла Джексона лунная походка вон смотри снайпер лунной походки перемещается медик какой-то почерневший у меня бегает независимость ух ты мед ты не видел он успел пильнуть или нет нет в общем для тех наших новых зрителей которые только что пришли мы стримим матч Польша Венгри это группа С группа там где играет Россия это Турбопуп ТВ с вами как обычно Айс Ред Фокс ему помогает эпик у нас сегодня приглашенная звезда Доты у нас сегодня человек который поедет на ВЦГ на Интернешнл на Интернешнл это Лорус у нас тут аплодисменты точка вав должны быть но у нас сейчас идет игра попытка зарызать джа ну как мы уже вот убедились по нашим предыдущим стримам Бэд Уотер очень хорошо дефится на третьей точке то есть вот мы уже с палачом это обсуждали что раньше что Хайлендер довольно эволюционировал и раньше когда третья точка считалась слабой для дефов теперь наоборот это одна из самых сильных точек пинкшин с артадиумом не получилось экшн происходит сейчас на второй на второй о зажглись поляки зажглись венгры в ответ демаса забрали вот это хороший минус сейчас Хевика может забрать кстати венгерский Хевик ну давай давай ой Микки Микки выжил о венграх Хевик сдул с насыпи смотри на Спай смотри 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 ах не получилось мы сегодня стримили матч Англия Испания Англия победила на обеих картах Бэд Уотер и Стилл причем Бэд Уотер со счетом 2-1 вводы будут попозже на моем канале там игра была действительно интересная вы сможете посмотреть поучиться чему-нибудь ну а мы смотрим мы смотрим за поляками у меня почему-то в худе у венгров не копится Убер у венгров 25 вот все сейчас начали копиться хотя нет у меня почему-то у венгров Убер вообще остановился на 19 а до этого узнай что у них сейчас 50% хорошо тут наверное надо карту перезагружать но это слишком венгров что надо делать им надо эту пушку сносить эта пушка стоит внизу ее не так сложно снести если заходить по мейну можно также зайти с фланга дропнуться сюда и зайти из-за угла на пушку 51 на канале да ну мне кажется у меня есть подозрение что половина из них это поляки так точно блять коза аси ну что пушку снесли венгры ну хотя бы хоть что-то хоть какое-то движение телегу тащат у меня кстати в худе даже и смерти не отображаются очень здорово очень позитивный худ да худ на самом деле дефолтный ну в смысле дефолтный мой худ гарменусы имеется ввиду что дефолтный спектатор худ обычный вот так что будем полагаться на эпиках сейчас минус пирос в атаке у венгров и минус скот но они за одиннадцать минут таки взяли три точки и за одиннадцать минут да пацаны стараются пацаны реально стараются мы думали что они не возьмут и первую точку а вот так они салюты минус пай у польши и минус пай у венгров у венгров кстати играет какой-то банни прям как тот самый банни б4 обычайник да а сука клопа ебаная ушла да раз была существенная инфа по стриму очень существенная да микки очень близко встречается что убьют да и минус демос вот сейчас шанс вот если сейчас венгры его не используют убер из обеих сторон демос у венгров полетел трапит меда мед получил стипу улетел выжил пушку надо закидать ну смотри какой аркадный пирочок у венгров зашел но ничего не сделал пушку далеко кстати укатили вот смотри почему солдату в Польше не плочит вот начал и то скота не убил ну как так вообще смотри на этого скота он выжил феноменально иногда мне кажется что люди играют с ховом двадцать а блять пидоры убили ну да лорус тихо нам больше не нужно спая убили нам больше не нужно поднимать число зрителей за счет твоих историй так что 46 зажигаются поляки вот хэвиком я хорошо сейчас поймал спас но но в принципе все нормально вот сейчас бы убить микки микки сейчас убьет солдат сзади нет зажглись очень хорошо сейчас поляки очень вовремя успели зажечься ну минус много и с той и с той стороны вот если бы сейчас не убер то венгры точно не взяли сто процентов я не понимаю почему и худ не перезагружается ну тут и снова аркада на метике он умирает ну вообще поляки не выглядят так сильно я думал что будет все проще для них что пушки все еще нет что ли нет пушка новая у них сейчас поляки вот это мне больше места нравится потому что если команда дропается сверху то ей надо еще какое то пройти пространство чтобы подойти к ней я не понимаю почему этого солдата в окнах не могут убить вот сейчас пирос зашел туда и да и таки убивает солдата это просто вот место для лобби вот эти окна когда играешь с солдом ты можешь просто вот бомбить тем временем опять клопа так минус минус клоп надо пушить минус снипа у венгров в атаке зачем-то он один как-то вот отрывается сейчас из окон будет дроп у венгров зажглись убили солдат но они все там не очень выходят и тропталкивают врачок демос вообще парит в воздухе и выходим все равно а вот медика медик топили минуса с обеих сторон три на четыре большие минуса всех всех три на три ну тут просто за ну дуэль демосов нет ухты поляк победил сейчас просто до телеги дотронуться скауту и буквально за пару секунд вот скауту надо сейчас через окна как-нибудь пройти или поверху вот солд прилетел на телегу дотронулся кстати-то не молодец минус хв у венгров атак чандаш об демос страпал тележку ну он так и делает но вот скауту не дает пройти ой венгры все овер экстеннинг проблема в том что у поляков есть пушка в дефе которая как раз смотрит вот так но все телега назад покатилась зажглись поляки наминусовали ой щас хэдшост в полете солд моего миссия 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 миссий миссий миссия миссия Вондер, польский дэнди. Норс, тебе это о чем-то говорит? Да, но мне так похуй. Так, у нас сейчас миссия невыполнима. В исполнении вендов, мне надо дефить 3.11 минут. Даже не 11, если они задефают 3 точки за 11, там еще дополнительное время. Больше для поляков, насколько я могу перевести. А, ну да, я что-то, венгров опять в деф поместил. Лол, опять пушка в том месте, где ты не любишь. Конечно, ну тут можно мой гимн включать. Это пушка, ооо, как-то так всегда. У нас тут Турбопуп ТВ, матч Польша-Венгрия. Бэд Уотер и Стил. Карты первой недели. Польша ведет пока 1.0. Хотя, нет, я заговариваюсь, Польша еще пока не ведет 1.0. Но поведет, рано или поздно. Сейчас им просто надо взять 3 точки за 11 минут. Я еще почему путаюсь, у меня худ, он просто как будто сделал сприншот. Т.е. там хп статичное у всех. Все статичное, все живые. Ой, минус мед, мед дропнулся у венгров. Он уходил от демоса, но его салт забрал. Ну что тут делать сейчас венграм? Ну, они стараются все-таки запушить, и кажется... Ой, сейчас прокат сделать быстро. Да, они запушили спракат в первую точку. Просто сметнули, они, по-моему, даже сделали это быстрее, чем Польша. Ту, я перепутал команды. Я думаю, это сейчас венгрия какая-то. Сейчас Польша пушат наоборот. Вторую точку они сейчас зажмут. То, что будет быстро. Это будет очень быстро. Это может закончиться уже через 30 секунд. Ага, да. Кирос у поляков чудом-то выжил. Минус пира у венгров. Сейчас Хевика заберу. Пушку сейчас сломают. Вандалы. Изверги. Почему Демос не может эту пушку загадать? Я вообще не могу понять. Что, он скаута боится? Снайпера. Тут швенгры. Уберы с обеих сторон пошли. Сейчас спай промазал бэкстап. Ну и все. 1-0 сейчас. Это было быстро. Так, я сейчас перезагружу карту. У нас Польша-Венгрия и счет 1-0 в пользу Польши. Вот теперь точно. Спустя ползары минуты я могу это сказать. Уже официально. А, блядь. Не мешай. Ненавижу сайленсера. Пидарасы. О, можно... Можно всем посмотреть игру вживую, если хотят. Да. Если хватит слотов. Слотов, кстати, на серве 20, так что, как минимум 2 человека зайдет. Ну давай мы с тобой зайдем. Не, они нас испугаются. А, ты не понял, они на другой серф входят. Ну да. Не, я просто сначала подумал, что... Он, видимо, для тех, кто... Короче, вообще не так понял. Забей. Так, сегодня, короче, команды стараются максимально, чтобы усложнить нам стрим. Значит, матч Англии-Испания, которая Англия выиграла 2-0. Там был кривой конфиг в одном раунде. Здесь же мы имели паузу, которая длилась минут 40. Извини, что так мне просто лезет. Да, я уже... Теперь они еще меняют сервер. Феноменально. Видимо, это венгры решили поменять сервер, потому... Ну, как они могли проиграть? Что-то тут явно не так. О чем я тебе говорил, когда говорил про Польшу? Что... Вроде играешь с ними на европейском сервере, и все хорошо. Ну, то есть под европейскими я имею в виду нормальный европейский сервер. Когда ты играешь на польском сервере, то что ты как-то немножечко так вот хакс вот так чувствуешь. Самую малость. Немножечко. Самую... Вот чуть-чуть совсем. Не знаю с ними, да. Поэтому... Могу только верить или не верить. А, бля, ёбаный джекернаут. Да, ёбаный хоп, бля. Для тех, кто присоединился к нам недавно. Вдруг такие люди. Вдруг это поляки. Может быть это даже венгры. Мы напоминаем, что это... Только один пьювер. Он не теряет сбору. Это Турбо Пуп ТВ. Стрим от сборной Раис. Сегодня здесь я, Эпик, а также приглашенная звезда Доты Лорус. Там тебя в Нави-то взяли? Нет, я у них не подсаживаю. Они слишком нубы. Они слишком нубы, да. Они слишком членикс. Ты честный парень. Не привык к таким грязным штучкам. Первый раунд в матче в Польше-Венгрии на Бэд Уотере закончился победой Польши 1-0. Кто бы мог подумать? В дополнение ко всему они еще и перезагружают карту опять. Я опять чуть не отъехал. Я больше никогда не буду стримить Польшу. То есть, они будут играть против нас и я буду стримить от своего лица. Потом они будут играть против Румын. И пошли они нахуй. Я не буду это стримить. Что, сегодня так много игр что-то? Я такое говно покупать не буду в пизду. Сегодня у нас каждый день по две игры. Это вторая, да? Вчера было чудо противостояния. Ты только вслушайся. Германия, Израиль. Я оценил, я оценил. Все закончилось, в принципе, как и 60 лет назад. Или сколько там, уже больше даже. Там, наверное, продолжалось оно какое-то время. Так что пусть будет 60 лет. Потом мы стримили Литва против Норвегии. Господи. Ну и Норвегия, кстати, показала класс. Литва не очень. Сегодня мы смотрели первую на этом кубке интересную игру. Англия и Испания. Это как футболь, надеюсь, было? Или хуже? Ну, обе карты были довольно-таки close game. На первой карте испанцы взяли первый раунд, неожиданно. Англичане не смогли почему-то даже первую точку взять. Но потом, проиграв следующий раунд, испанцы совсем сгулись в третьем. Они причем могли докатить. Там нам оставалось 2 минуты на буквально там полторы точек. Но там они мета потеряли и Англия победила. А на стиле было тоже все очень интересно. Там не было решающего раунда третьего, но там Англия взяла первый раунд быстро. Вернее, там команды по очереди брали все быстрее и быстрее раунды. В точке E было смешно. То есть там Англия взяла быстро, а Испания не смогла быстрее. Потом Испания пушила и взяла еще быстрее, чем Англия в предыдущий раз. Потом Англия еще быстрее, чем Испания. В общем, можно сказать, сегодня третий игровой день на Nation's Cup. Но сегодня первый день, когда действительно есть на что смотреть. Это правда не относится к игре между Польшей и Венгрией. Курвас. Поляки сильнее и при этом они очень серьезные. У них бизнес. Они с аватарками. Это очень серьезно. С польским флагом, да. Они рвут жопу в атаке. То есть там... У них есть 11 минут, чтобы запушить, но нет. Давайте за полторы минуты запушим. Очень серьезно пацаны настроены. Мы будем играть с ними во вторник. В 10 по Москве. Скорее всего. Турбопуп ТВ не будет работать. Будет работать мой стрим. Моего лица. Весь Турбопуп составляет мистер эпик что ли? Ну сегодня да. Ага. Это же Турбопуп ТВ. У нас Турбокаст. Сегодня это мистер эпик. Вчера это был тоже мистер эпик. Но помимо него вчера был также палач. Палач-калач. И даже спирит, который разыгрывал шапку и... Да E2 спирит. Да E2 спирит 2 фпс. Новый мем, пацаны. Нужно пропустить его. Да. Ну суть в чем. Спирит постоянно вылетает и постоянно орет, что у него 2 фпс. может быть это excuses. Мы видим, что в чате пишут Аллах Акбар. Странно. Вроде сборная объединенных арабских эмиратов сегодня не играет. У нас. У нас. в галетике есть. Сайленсер это типа глушитель? Типа вон. Сейчас больше будет 1 атаковать. Мы, кстати, видели в первом раунде, когда команды не могли решить кто пушит и кто дефит мы видели чудесный мили файт от хэвиков с кучей орлов на один нет 9 на 9 классно было классно когда день хэвики которые выжили в одной из команд когда они все синхронно умерли там можно просто вот можно на телефон sms звук ставить какая прелесть там же кгб вам запрещены нет итак второй раунд начинается мы еще раз приветствуем всех на turbo пуп тв мы не устанем это делать никогда и так дорожим нашими зрителями их вчера было 20 а сегодня уже было 49 или даже 51 51 51 ну это все благодаря чему у нас сегодня помимо меня и мистера эпика приглашенная дота 2 звезда лорус который придет привет всем сайленсору и он поднимает нам рейтинг поднимает число зрителей нашем стриме мы сегодня смотрим мы уже вернее нам уже надоело сегодня смотреть игру пульсируем польша венгрия не можем больше молчать молчать мы молчали много очень много мы молчали примерно предыдущие пять минут так что все хватит хватит это терпеть пол третьего ночи соседи все слышат но я не буду молчать я буду работать для наших дорогих зрителей для наших мальчиков и девочек которые обожают хайлендер не спят смотрят наш стрим у нас поляки теперь первое так вот но мне кажется это будет быстро о уже минусы иншу венгров в дэйв так что пушку сейчас снесу хотя спай там вроде вот это была турбо аркада от поляков сейчас правда и пол команды потеряли но мне кажется это того стоило по крайней мере это интересно было смотреть хоть что-то ой сейчас минус два делает снипау польшу ну просто видишь они поменяли сервер он так немножечко там загрузил некоторые дллки имбот икзе и все а бля ёбаный джиггернау да бидарас минуса у венгров поляки будут сжать на респе микки один полез мне кажется это плохая идея хотя тут солт ему помогает демос подошел ну тут все тут сейчас венгры будут поверчены их отжали на третью точку им тут надо быстро пушку организовывать вот не такую пушку ну что это за пушку ну тупой вон там за углом поляки очень быстрые готовы уберу не сейчас будет зажигаться снизу на демосе зажглись ну и тут особо ничего не добились этим убер вот что бывает когда ты зажигаешь убера твоя тележка где-то еще в заднице еще только там на полпути катят ооо минус мет кстати у венгров а группа в контактике тф2 еще жива да да она не просто жива я что-то искал искал и не нашел короче vk.com слэш тф2 групп вот так просто короче смотри у нас терки по поводу группы по поводу админов которые знаешь что делают админы я слышал ее ты это уже слышал? да просто почему почему что тогда не спросил меня тогда где же эта группа поляки пушат зажигаются на демосе минус пира у венгров который вышел просто на хэвик ой скал сейчас пришел и всех убил у венгров последняя надежда это пушечка которая по дефолту поставлен а между тем всего три минуты на три точки мне кажется тут будет еще быстрее чем матч россии и румынии там было три пятьдесят четыре тут будет мне кажется три где-нибудь сорок ну почти угадал скиллтон кинг плотный тварь у меня вот этот кусок стрима наверное будет полтора часа эти вот с одной картой с одним датвотером в котором команда проигрывает за четыре минуты раунд полтора часа то есть мы дольше ждем чем смотрим фокс а что ты думаешь по поводу выхода на пека такой игры как mortal kombat complete edit он complete идите он ну что тут можно сказать это крана лучше спросить кран с клавиатуры играет не ставит а ты играешь в mortal kombat complete edit он нет вместе ну как обычно мы имеем гениальный порт в котором нельзя отключить звук микрофона когда ты играешь слышал не помогает а там вообще там как раз вот если его отключать то отключится и тимспик что-то типа такого сегодня у крана были уже такие проблемы кран купил это что-то а точно я захожу в т.с. говорю кран айда в borderlands он такой типа вот я такой кран алло он вижу лампочка загорается а звука нет понятно ну ты понял ну теперь кстати актуальный вопрос о том смогут ли янгры допушить первую точку на этот раз у них есть три с половиной минуты в прошлый раз они примерно за это время и взяли только одну точку у меня есть теперь есть манта смогу унижать уплощение конец янграм с манком а тут опять у нас камень в лесу сегодня еще не происходит там зажили сленки ну это неважно вот смотри все демо с каким-то чудом выживает все не выживает уже пушку встали если чуть-чуть посмотри еще сюда катя скал ну ну кстати могут пацаны первую точку взять очко престижа вырвать вырвать очко ага 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 сегодня уже неоднократно про это говорили так что я не буду говорить у кого буквально да да посмотри сейчас телегу дотащит дотащили молодцы царюник солдатик полетел сразу дальше будет крыса сейчас кого не бери аптеку да да у поляков кто-то выйдет но мне кажется им это не помешает ну по моему потеря демасы немножко не сложнее жесть хотя чё-то на полторы минуты да мне кажется если они даже сейчас постоянно будут ее катить еще постоянно то вот это как раз будет время чтоб допушить смотри они не видят снипу в Польше который там стоит на лестнике уберы зажгни с обеих сторон Микки сейчас сольется а Микки минус минус хэвик у венгров ну смотри венгри это молодцы докатили до второй прям как румыны смотрели их демками прикинь до третьей декаде ну вот будет праздник там у них венгри там сразу салют на главной площади Будапешта 3 я не знаю кого это марка но в честь этого будет бронзовый бронзовый пингшин или вся команда в бронзе атлита профиль у льван фас ну ты че в полном объеме ага то есть венгрии на столько запад долго бронзе, золото нет все не возьмут они третью точку не будет праздника в Будапеште будет доска позора в Варшаве праздник в Варшаве смотри географию учи норм